hello world this is camera and interactive programming course on c-sharp sololearn we continue on let's go миру мир товарищи с вами интерактивная среда обучения sololearn для android устройства мы изучаем заключенного си и с вами товарищи атомный поигнали дальше мы занимаемся сейчас операторами операторы инкремента ну блин почему вот любят засунуть постоянно какие-то иностранные слова блин инкремент это увеличение вот операторы увеличение используется для увеличения значения целого числа на единицу является часто используем оператором в языке тюремный си ну или заключенного сильно окей так x плюс плюс эквивалент x равно x плюс 1 например int целая x равен 10 x плюс плюс и у нас выводится 11 оператор увеличение используется для увеличения значения целого числа на минуту приставь оператор увеличения быть не надо придумать дебильное иностранное слово взять конечно почему бы не взять инкремент почему бы не заменить вот это все оператор до инкремента юзинга юзинга для инкризинга валью ва а взынамбера вот так вот почему ты лаки релицей написать таки пауза умного сойдут дебилы ненавижу когда термины и когда слова не не переводится так как они должны переводиться по-нормальному получается какая-то каша абракадабра непонятные ни для кого вот оп so incrementer increment operator is used in order to increment or increase the value of the variable for some amount of value and usually for one for example here is x plus plus is equal to x equal x plus one so here we see the code x equals 10 x plus plus that would be x 11 let's launch the code yeah 11 до 11 таки есть не ну а почему мы не вместо используется какое длинное слово давайте операторы инкремента юзинга для увеличения ну почему бы так не использовать тушь короче будет ничего не понятно но зато короче что выведет следующий код и int x равно 6 x плюс плюс семерку выведет окей сауде сауде аккаунт это учился префиксная и постфиксная формы префикс и постфикс форм зафа инструмент оператор увеличения имеет две формы перефиксную и постфиксную почему не оператор инкремента хезает две формы ну хезает хез это же слово имеет хезает вот и напишем оператор инкремента хезает а почему нет что такого о чем мы одни английские слова используем типа за умных сходить а другие мы вдруг не используем значит плюс плюс x это префиксная форма x плюс плюс это постфиксная форма после с инкрементирует значение затем продолжает выполнение выражения пост с префикс вначале увеличивает выражение а потом выполняет программу постфикс вычисляет выражение а затем выполняет увеличение ну то есть используя символ потом увеличивать Пример префиксной формы. Целое x равно 3, y равно плюс плюс x. x 4, y тоже 4 равен. В постфиксной форме x равно 3, y равно x плюс плюс. То есть x у нас 4, а y 3. Вот так вот. Надеюсь понятно. Пример префиксной формы инкрементирует значение x, а затем присылает его к y. Пример постфиксной формы присылает значение x, y, а затем инкрементирует x. Можно здесь и запутаться. Инкрементирует, блин, увеличивает x. Изменяет x, твою мать. Просто, блин, как я ненавижу, когда вот это. Менеджер хаускиппинга. Нет, не уборщик. Менеджер, блин, хаускиппинга, блин, твою мать. Хезает он, блин. Хезает он. Хезает две формы. Окей, so the prefix form first increments the variable and executes operations with them. And postfix form first executes operations with the variable and then increments it. And in this two case we can see the difference. Let's launch that. Давайте запустим это. Here we go for four. Здесь у нас 4-4. And here would be 4-3. А тут должно быть 4-3. Крак. Правильно. Magic, магия. В чем разница между плюс-плюс х и х-плюс-плюс? Выберите все применимые ответы. Select all the appropriate answers with the differences plus-plus, x and x-plus-plus. x-plus-plus использует значение x, а затем его инкрементирует. Правильно. x-plus-plus is using x and then increments that. Инкрементирует значение x до его использования? И плюс-плюс-x инкрементирует значение x до его использования. Окей, это инкрементирует значение x до его использования. Окей, это должно быть право. Все правильно. Продолжение следует. Окей. Оператер декрементирует значение. Оператер уменьшения. Вот это уменьшение, ну блин. Уменьшение, блин. Это как долбаный, блин. Дивергент. Я, блин, дивергент. Все мы дивергенты, блин. Используйте нормальные слова, дебил. Есть в русском слове дебил. Не дивергент, а дебил. Вот. И все мы дебилы и все мы дивергенты, да. Вот так вот. Ну блин, не, надо же дивергент. Точно так же. Вместо уменьшения будем использовать декремент. Хорошо, хоть не экскремент. Блин. Уже лучше. Вау, у меня пригорается в этой серии. Окей, мммс is burning in this episode, because this translation is awful. Оператор уменьшения работает похожим образом, как и оператор увеличения. Но вместо увеличения значения он уменьшает его на единицу. Представляете, как все логично и понятно. Но нет. У нас будет декремент, который хезает сеймом веем. Сеймом веем. Ну почему? Оператор декремента работает сеймом веем. И все. И не надо ничего переводить. Замечательно. И никому ничего понятного не будет. Блин. Окей, so decrement operation works the same way as increment operator, but decreases the value on one. So we see this minus minus x and x minus minus. Отлично. Вставьте подпущенный оператор, чтобы уменьшить значение x на единицу. And set the operator in order to decrease x on one. Уменьшаем на единицу. На декремент. Экскремент. Используем экскремент, чтобы уменьшить на единицу. Значение икса. О, да. Операторы экскремента. Назовите мне, пожалуйста, что делают операторы экскрементов. Это вам домашнее задание. Приверсел заклама. Окей, tasks for first module, for first chapter. У нас для первого параграфа фактически упражнение было. Погнали. Пятый вопрос. Переставьте код местами, чтобы создать работающую программу. Rearrange the code in order for programming to start working. Окей. Ну, давайте начнем. Окей. Console.WriteLineMSG. Значит, у нас рисуют сообщение. Yeah, that's the right lines. Правильно. Троки у нас появляются. That's correct. Все правильно. Перетащите из вариантов, указанных ниже, чтобы ввести значение переменной x на единицу. Окей, we need to select the proper code from the variants from below in order to start working. Окей. That's static void main. У нас основная функция запускается в работу. Then what we need? We need to show the variable x on the screen. Окей. So, console, we ask console to write line on the screen. Мы попросим консоль вывести на экран строку. Correct. Правильно. Что выводит следующий код? What would be the result of the next code? A4, B6, A plus, B equals A plus plus. That would be 5. No, that would be 4. 4 and that would be 5. А то у нас выведет 5. Correct. Правильно. Continuum. Продолжаем дальше. Заполните пустые места, чтобы объявить две переменные типа int и вывести их в сумму на экран. Окей, we need to declare two integer variables and show its sum on the screen. int x, окей, that's int y, int y, int y, x plus y, x plus y, that should be correct. Это должно быть правильно. Yeah. The last question, последний вопрос. Что выведет следующий код? int x равно 15, int y равно 6, x с остатком на y деленное. int x, это у нас будет 3. The result would be 3. That's division by module. I want to see more of those tasks, actually. That would be more fun. For each lesson, there would be like 5 tasks. That would be nice. Вообще-то мне бы очень понравилось, если бы в конце каждого вот такого урока, который мы проходили, да, было бы по 5 таких заданий. Это очень интересно. И отлично с практикой, с практической точки зрения. And good for practical reasons. Okay, end of commercials, конец. Really probably. So that would be nice from practical reasons. Хорошо было бы с практической точки зрения to have more of those tasks. Вот этих задач побольше побольше. Так, мы переходим уже к теме условных выражений и циклов. Okay, so if conditions inside and loops will start here. Пошли. При выражении если иначе. Okay, if else condition. Let's go. Пошли. Оператор, if. Оператор, если. Оператор, если является условным оператором, выполняющим блок кода, если условие верно. Ну, то есть, скажем так, если у нас есть яблоко, мы его можем съесть. Да, нет у нас яблока, но мы не можем его съесть. Правильно? Вот такой вот подход. Поэтому, если есть что-то у нас, мы можем что-то с этим сделать. А нет у нас, то и не можем. Общая форма оператора если. Если условие, исполняем вот этот код. Условием может быть любое выражение, возвращающее истину или ложность. Ну, то есть, если у нас яблоко... Вот в программировании оно немного странно записывается, да? Яблоко равно истина, то есть, есть у нас яблоко. Или яблоко не равно истины. Или яблоко равно ложь. Это значит, нет у нас яблока. Вот таким образом. Специфическая запись, но к этому можно привыкнуть. Окей, so the if operator is the condition operator which executes the block of code only if condition is met. For example, if we have an apple, or in programming language we will set apple equals to true, apple not equals to false. So we will eat the apple, let the code here. Например, static would mean... Окей, that's the main function. То есть, у нас основа в случае int x equals 8, y equals 3, x greater than y. We are writing if x greater than y, we are writing x greater than y. В общем, здесь простые примеры. x равен 8 и y равен 3. Если x больше y, мы пишем x больше, чем y. Can we add? Можем ли добавить believe me? Believe me. Поверьте мне, x больше, чем y. Launch that. Запускаем. Believe me, x is better than y. Yeah, that's good. Это нальше, лучше. And if that would be the other way, а если будет по-другому, there would be no text. Никакого текста не будет, because this condition is not met, потому что тут условия невыполнены. No output. Нет ли никакого выхода? I'm sure you like that. Вам точно это нравится. Okay, going back. Назад возвращаемся. The best way to learn programming is practice. You can check the actual code in the society and add your own. Okay, let's check it out. Давайте посмотрим. Программировать сейчас. So, programming today. Calculator. Калькулятор какой-то. Under generator. Okay. 10, 20, and 1, minus, and 2. That would be minus 10. Это будет минус 10. So, there's some code of other guys. Вот у нас копия из других ребят. Okay, see you guys next time. Думаю, увидимся уже в следующем раз. The moment is prosperous. Уже он процветает. Я вычек без проблем. Мы посмотрим, как он. Уже отказанный код вычислит условие x больше y. Если он, наверное, будет выполнить код внутри блока если. Если в блоке если только одна строка кода, то фигурные скобки могут быть опущены. Например, if x greater than y, and so write x is greater than y. Значит, если в блоке есть одна строка, мы опускаем вот эти фигурные скобочки и записываем все в одну строку. Вот так вот. Okay. So, if there is only one line of code in the if condition, we can use it without those figure parentheses. Like that. Okay. We're going to prosper until the next episode. То, что мы процветаем и до следующего эпизода. До следующего эпизода.